День медицинского работника В преддверии официального праздника у нас в студии два представителя медицины Севастополя, которых знают все севастопольцы, которым хоть раз доводилось либо самому ребенком лечиться в наших больницах, либо водить своих детей, внуков и правнуков. Итак, Лидия Ивановна Щедыкова, замглавного врача горбольницы номер пять и Любовь Ивановна Курочкина, старшая медсестра отделения реанимации пятой горбольницы. Лидия Ивановна, что сегодня представляет пятая больница детский комплекс? Добрый день, дорогие радиослушатели. Правильно, в преддверии нашего профессионального праздника мы решили пообщаться с вами еще раз. И что собой представляет наша больница? Это единственное в городе лечебное учреждение, которое оказывает медицинскую помощь специализированную, сегодня и высоко специализированную, нашим детям и женщинам, которые поступают к нам в родильный дом. Они тоже и первый, и второй родильный дом входят в нашу больницу. Ну и, наверное, коль присутствует здесь Любовь Ивановна, нам хотелось бы поговорить о том, что одним из самых передовых рубежей нашей больницы приемным покоем, например, является приемный покой и детское отделение реанимации новорожденных, недоношенных детей. И реанимации всех тех детей, которые попадают просто на оперативное лечение, а анестезистки, оказывающие им медицинскую помощь в отделениях, они сотрудники этого отделения. И вот Людмила Ивановна представляет, ну, одно из самых больших когорт, наверное, в нашей больнице, медицинские сестры, их почти около 600 человек в нашей больнице. Отделение, сестер которых она возглавляет, это отделение реанимации, анестезиологии, отделение, наверное, самых опытных, самых отчаянных, самых смелых наших женщин. Братьев у нас, к сожалению, нету медицинских еще, анестезиологов нет? Есть уже, да? Ну вот, я упустила, да. Поэтому я хотела бы высказать истинное восхищение трудом этих работников. И в подтверждении моих слов, наверное, Любовь Ивановна победитель конкурса «Севастопольский мастер». Этот конкурс был организован в нашем городе, и она явилась победительницей одной из самых, я считаю, правильных номинаций верной профессии. Любовь Ивановна 33 года работает в нашей больнице. А если считать год за три, то это получается вообще огромная цифра. Без малого сто лет. Без малого сто лет, которому этому труду, этому отделению она отдала основную часть своей жизни, будем говорить так. Часть жизни оторванную от мужа, детей, родных, потому что по любому звонку она несется туда, в это отделение, и готова, как говорят, руки не подложишь. А вот она их подкладывает в свои руки, потому что она истинный профессионал. Любовь Ивановна, мы уже 25 лет с вами сотрудничаем. Телевидение регулярно бывало, делало репортажи из самых острых ситуаций, из реанимационного отделения. Как вы характеризуете своих коллег, с которыми вы работаете все эти годы? Добрый день, телезрители. Добрый день, Владимир Иванович. Мне очень приятно, что меня сегодня пригласили сюда. Я в предвиде этого праздника хочу поздравить своих коллег с наступающим днем медицинского работника, пожелать им добра, успехов, достойной зарплаты и профессионального невыгорания. В нашей профессии очень сложно приходится людям, потому что они отдают себя полностью. Поэтому хочу воспользоваться случаем, так как сейчас отделение переживает небольшие трудности, пригласить выпускников медицинского колледжа в наше отделение. Мы научим, передадим опыт всему. И сотрудники потом из нашего отделения, которые, если и уходят куда-то, они работают с удовольствием в любых отделениях. Одним словом можно назвать наших сотрудников, это, я всегда им говорю об этом, как подразделения морских котиков. То есть они должны быть лучшими, быстрыми, умелыми, добросовестными и выполнять все честно. Медицинский спецназ. Медицинский спецназ, согласна. Вот этому медицинскому спецназу Сергей Михайлович Курочкин посвятил не один десяток песен. Одну из этих песен мы сейчас услышим и посмотрим на лица медицинских сестер отделения реанимации. Жизнь дорога крутая Виражи, повороты То подъемы, то спуски То порядок, то сбой Ты, избравши дорогу Не отступишь на йоту И тебя называют Медицинской сестрой Медицинские сестры Вы как лучик надежды Будто матери нежды И тверды, как грани Вы как ангелы жизни В белоснежных одеждах Пусть Господь вам поможет Пусть Господь вас хранит Ты смела не по-женски И отчаянно очень Ты на помощь готова И в бургу, и в грозу Но когда наступают Вдруг спокойные ночи Иногда ты роняешь На подушку слезу Медицинские сестры Вы как лучик надежды Будто матери нежды И тверды, как грани Вы как ангелы жизни В белоснежных одеждах Пусть Господь вам поможет Пусть Господь вас хранит Пусть тебя называют Кто сестрой, кто сестренкой Только я не ревную Просто повода нет И всегда ты поможешь Старику и ребенку Вновь звонок Выезжай Прозвучало в ответ Медицинские сестры Вы как лучик надежды Будто матери нежны И тверды, как грани Вы как ангелы жизни В белоснежных одеждах Пусть Господь вам поможет Пусть Господь вас хранит Вы как ангелы жизни В белоснежных одеждах Пусть Господь вам поможет Пусть Господь вас хранит Конечно, севастопольцы знают Те, которые хотят знать Биографию ведущих специалистов Любой отрасли нашего города В том числе и медицины Но, тем не менее, я напомню Телезрителям, что Лидия Ивановна В 71-м году закончила Крымский медицинский институт Тогда еще, не университет И с тех пор она в медицине в Севастополе И по сей день на передовой позиции В качестве заместителя главного врача Лидия Ивановна, ветераны Севастопольской медицины Не все сегодня работают Кто-то ушел на заслуженный отдых Наверное, сегодня в преддверии праздника Можно о них вспомнить? Конечно, и нужно их вспомнить Потому что сегодня говорят о том 23 года Вроде как в небытие ушло Нет, мы работали И ветераны работали И создавали медицину И стремились к лучшему И стремились к новым достижениям И поддерживали связи И с российскими врачами И с украинскими врачами В общем-то, огромная работа была сделана И я, конечно, хотела бы сегодня Поздравить наших ветеранов Нашей больницы Это Инна Ивана Горбунова Галину Ефимовну Лакшину Басину Ларису Петровну Которая работала у нас долгое время Главной медицинской сестрой И была, наверное, одной из самых отважных Вот именно в подготовке Медицинских сестер Куринскую Катерину Мефодиевну Молодову Валентину Яковлевну Конечно же, Анатолию Григорьевичу Токареву И Виктора Игоревича Пологова И Дрожу Григория Ивановича И Кодомцева Георгия Михайловича И всех-всех наших ветеранов Я поздравляю с праздников Я желаю им большого, крепкого здоровья Бодрости, хорошего настроения И уверенности в том Что годы, которые вы отдали медицине Не прошли даром Вы жили правильно И спасибо вам от всех севастопольцев за это Вот буквально несколько дней назад При большом стечении публики При рукоплескании в зале были вручены Вот этот диплом и благодарственное письмо Любовь Ивановна Что же это за конкурс такой? Что за севастопольский мастер? С января 2017 года В городе Севастополь Был объявлен конкурс Севастопольский мастер 9 июня Мне была вручена награда Я получила диплом и благодарность За севастопольского мастера В номинации Медицинская сестра Нас награждали в театре Луначарского Председатель законодательного собрания Екатерина Алтабаева Нас в номинации Было 10 мастеров На весь город Севастополь Ну вот это основное А медаль Которая так идет к костюму По цвету ленточки Спасибо Медаль была награждена В 2012 году Медаль была учреждена Фондом Милосердия Екатерины Бакуниной Город Тверь Первой медалью В нашей больнице Была награждена Главная медицинская сестра Басина Лариса Петровна Она является у меня Наставником Всю мою жизнь И даже сейчас Она не работает с нами Я хочу поблагодарить ее За все то Что она вложила в меня В 2012 году Мне была вручена Эта медаль С города Твери Приезжал Представитель Фонда Фонда Где мне была вручена Медаль Ну и отлично У нас сегодня получается Передача немножко грустноватая Немножко лирики И немножко праздника Итак Еще одна песня Посвященная Медицинским работникам Этот гимн я пою Медицинской сестре Что из прифронтового санбата Что сменила сама В той жестокой войне Платье сице На форму солдата Той, что сотни бойцов В своих хрупких руках Замирая от страха Тащила Той, в чьих детских Испуганно взрослых глазах Поселилась великая сила Я поднимаю свой праведный голос Пусть он, как песня, звучит На заре Люди Давайте поклонимся В пояс Этой простой Медицинской сестре Этот гимн я пою Медицинской сестре Что была и в Чечне И в Афгане Что мальчишек, горевших В кипящей броне Возвращала живыми их маме В чьих заботливых Нежных Умелых руках Вдруг угасшая жизнь Возрождалась И в отчаянно смелых Ребячьих сердцах Жажда жизни Скворчонком стучалась Я поднимаю свой праведный голос Пусть он, как песня, звучит На заре Люди Давайте поклонимся В пояс Этой простой Медицинской сестре Люди Давайте поклонимся В пояс Этой простой Медицинской сестре Этот гимн я пою Всем медсестрам страны Милым женщинам В белых халатах Не стесняйтесь, родные Своей седины Вы ведь молоды были Когда-то Эстафету Надежные руки отдать Ради жизни Не ради награды Дорогие мои Я хочу вам сказать Мы сильны Потому что вы Ряда Милые мои Хорошие Низкий поклон вам За спасенные жизни Живите Живите долго Я поднимаю Свой праведный голос Пусть он как песня Звучит на заре Люди Давайте поклонимся В пояс Этой простой Медицинской сестре Люди Давайте поклонимся В пояс Этой простой Медицинской сестре Лидия Ивановна Бесспорно Медицинские работники Вашего поколения И ваше поколение Могут отпраздновать Еще один праздник Официальный День учителя Педагогическая деятельность Ваша Официально не входит В функции Но без этой Педагогической деятельности Ваша остальная Деятельность В медицине Была бы не столь Заметна Лидия Ивановна Ваш вклад В педагогику Ну во первых Настоящий профессионал Это огромная работа Самого человека И тех людей Которые его окружают Тех профессионалов Которые хотят Чтобы этот человек Стал этим настоящим Профессионалом Вот мы как-то Просчитывали Чтобы воспитать Получить Настоящего доктора Или настоящую медицинскую Сестру Нужно не менее 10 лет Подготовка Серьезная подготовка Это и самоподготовка И я вот сегодня Хотела бы обратиться К нашим молодым коллегам Помните вот тот девиз То на пусте Учиться, учиться и учиться Это самое главное В нашей профессии Без этого просто невозможно Наука идет вперед Не бойтесь ошибаться Обучаясь Не бойтесь спрашивать Потому что Главное Что вы можете получить Основу своей профессии Это именно в первые годы После окончания Медицинского училища И нужно идти В такие больницы Как наши В клинические больницы Для того, чтобы Вот Любовь Ивановна сказала После того, как вы поработаете Нас Вас на расхват В любое учреждение возьмут Потому что Вы будете Иметь и уметь Все И конечно же Обучение Это одна из функциональных Наших обязанностей Подготовка Кадров Медсестра Педагог Очень интересное Словосочетание Да В отделении реанимации Медицинским сестрам Приходится Конечно Очень тяжело Они учатся Здесь Жизненно Потому что Приходя Из колледжа Практически Они не умеют Ничего И приходится Заново Начинать Учиться В лучшем случае Они знают Но еще ничего не умеют Опыта нет Да Можно так сказать И они Они здесь проходят Очень большую Жизненную школу И те Кто у нас Остается Работать Они и по жизни Потом Очень Честные Умные Деятельные Люди Ну Медицинским Сестрам Приходится Сейчас Очень тяжело Конечно У нас Работа Трудная Потому что Отделение Реанимации Которое Основано Было С 1 Апреля 1984 Года Оно Рассчитано На 6 коек Это взрослого Населения И 6 коек Реанимации Новорожденных Медицинским Сестрам Здесь приходится Не просто Даже Работать Выполняя Какие-то Манипуляции А работать И мамами И Они Не должны Конечно Переносить Все это Домой Я хотела бы Чтобы Все медицинские Сестры Которые Сегодня Меня Смотрят И слышат Все Все негативное Оставляли Только Не у себя В душе Я желаю В преддверии Этого праздника Пожелать им Всему Самому Самого Доброго Чтобы У них Все Ладилось Чтобы у них Ладилось Все дома И тогда Все будет Ладиться Везде Всего вам Самого Самого Хорошего С наступающим Вас всех Праздником И приглашаю Вас Приходите Пожалуйста В отделение Реанимации На работу На работу Но не на экскурсию И так Еще одна Песня Посвященная Медикам В исполнении Автора Заслуженного Артиста Крыма Сергея Курочкина В халатике Велехонька Ты сутки На ногах Ребеночек Малехонькой Уснул В твоих руках Плывут По небу Тученьки Над чьей Утас Судьбой Ох Сколько Твои рученьки Выигрывали бой И только матери с отцами Это могут оценить Как дети радость голосами Снова будут им дарить Вот снова операции И сил Откуда взять Сестра Реанимации Заботлива Как мать В палате Новородочка Вздыхает А пора Опять Несут Ребеночка Не требуя Наград Ты перед ним Склоняешься Отчет Отчет Уже Пошел И раз ты Улыбаешься Все будет Хорошо И только Матери с отцами Это могут Оценить Как дети Радость Голосами Снова Будут Им дарить Вот снова Операции И сил Откуда Взять Сестра Реанимации Заботлива Как мать А вечером Уставшая Стоишь Ты У плиты Ты Отдыха Не знавшая Ты Ангел Доброты Ох Ты Моя Забот Я Прошепчу Тебе Тяжелую Работ Тяжелую Ты Выбрала Себе И только Матери С отцами Это Могут Оценить Как дети Радость Голосами Снова Будут Им Дарить Вот Снова Операции И сил Откуда Взять Сестра Реанимации Заботлива Как Мать Итак Вот Прозвучали Песни Автора Композитора Исполнителя Сергея Курочкина Аранжировка Вячеслава Демина Севастопольского Выдающегося Музыканта Любовь Ивановна Было бы Конечно Хорошо Если бы Все решалось На уровне Работы Медсестер Картонной Коробочкой На выходе Весь Негатив На бумажке Написала Порвала В коробку Бросила И ушла С работы С хорошим Настроением И дома Излучаешь Тепло Готовишь Еду Воспитываешь Детей Лелеешь Мужа Родителей И так далее На самом деле Все значительно Сложнее Все на психологическом Уровне На уровне Того Как Старшее поколение Коллеги по работе Смогут тебя настроить Перед завершением Рабочего дня А Где вы черпаете Свою энергию Для работы Ведь каждое утро Чуть свет Вы уже едете В реанимацию Но перед дорогой В реанимацию Каждое утро Мы с мужем Посещаем пляж Мраморный Уже очень много лет Мы состоим В клубе МОЖ СССР И Балаклавские моржи И благодаря Постоянному Круглосуточному Посещению Пляжа Мы купаемся И Можно так сказать Что Смываем Весь негатив Оставляя его Где-то далеко И На работу Приезжаем Полный сил Энергии Благодаря этому Я уже Тружусь Очень много лет В отделении Реанимации Приезжаю на работу С хорошим настроением Полный сил И работы К 8 часам? Нет В 7.15 Я нахожусь На рабочем месте Для того Чтобы посмотреть Все свое отделение Помочь где-то Подсказать что-то Проверить что-то Чтобы в 7.15 Прибыть на работу На детский больничный комплекс Нужно хотя бы В 6.30 Выехать из Балаклавы А значит на пляж Нужно В 5 утра Приезжать Так и бывает Декабрь Ноябрь Январь Февраль Все месяцы подряд И так уже Более 15 лет Вот ваш пример Оказался заразительным Для многих Балаклавцев Я сам встречал Там и в 5 И в 6 часов Огромное количество Людей Всех возрастов Кто-то на велосипеде Кто-то на машине Кто-то бегом Кто-то с собакой Кто-то с женой Кто-то с мужем Кто-то с внуками Это Очень такой Своеобразный вклад Не на словах А личным примером На деле И то что Моржи Балаклавы И моржи СССР Сегодня Круглогодично купаются В этом большая заслуга И вот Вашего такого премьера Подводя Итоги Сегодняшней программы Зидиана Что бы вы хотели Сказать Ну вот Хотелось бы Продлить вашу фразу О здоровом образе жизни Дорогие наши севастопольцы Прежде всего думайте о том Чтобы не болеть Поэтому Перенимайте опыт Семьи Курочкиных И я хочу попросить И медиков И наших севастопольцев Быть милосердными Друг к другу Посмотрите в глаза Друг к другу Улыбнитесь Вы только вы можете Помочь себе Не хотелось бы Чтобы это было Навсегда Но к сожалению Бывает Нам не жить Друг без друга И это вы должны Помнить И беречь Друг друга Прежде всего Здоровья вам Всем крепкого Вот иногда Говорят так Что Самая критическая Профессия То есть Та профессия На которую Направлено Максимальное количество Критики Это чиновники А потом Медики Но я думаю Так что Не ошибается тот Кто ничего не делает Кто не работает У медиков Бывают ошибки Но они их искупают Своим качественным трудом Своей душой Своей озышчивостью Своим трудолюбием То есть Всеми своими качествами Я поздравляю вас С грядущим праздником Спасибо И также в вашем лице Всех наших телезрителей С Днем Медика Все-таки этот праздник Практически всенародный Все мы хоть чуть-чуть Но медики Чуть-чуть А настоящие медики Пусть сегодня принимают Поздравления Уважаемые телезрители В эфире была программа В контексте ее ведущей Владимир Иларионов Всего вам доброго До свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok